Аплеуха. Статья на ресурсе Odessa Time за 29 октября 2021 года. Политический конвейер вокруг Украины и внутри нее не останавливается ни на миг. Несмотря на заявление президента о том, что мы должны вести наглую международную политику, почему-то эффект прямо противоположный. Наглость второе счастье, но только в той ситуации, когда за спиной есть более-менее надежная опора. Финансовая, военная или политическая, на худой конец, весомые и убедительные аргументы при общении с сильными мира сего в глобальном смысле. В противном случае хамство приводит к одному результату – плачевному. И ладно бы это касалось только самого верховного балабола его шайки-лейки. Страдает международный имидж 40 миллиона европейской страны. То, что за его слуги творят внутри Украины, не особо волнует кукловодов. Но совсем другое, когда ранее послушная марионетка пытается проявить некую самостоятельность и пытается диктовать свои условия тем, кто дергает за ниточки, выставляя в качестве основного аргумента невыполнение надуманных обязательств коллективного Запада перед страной, восьмой год сдерживающий московские орды от вторжения в цивилизованную Европу. На самом деле все эти претензии выглядят своеобразным и даже странным продолжением политики самоуничижения, присущей Порошенко и его окружению. Назойливость. Именно таким словом можно охарактеризовать поведение украинской власти на международной арене. Их дверь, а не в окно. Уже неоднократно на различном уровне практически прямо в лицо Украине было заявлено, что членство ни в НАТО, ни в ЕС в обозримом будущем не предвидится. Может быть, когда-то, лет через 500, и то не факт. Но мы народ упрямый и на законодательном уровне отменили в Конституции внеблоковый статус и прописали курсы в Европу и в Евроатлантический Союз. Пощеченные оплеухи от стратегических партнеров сыпятся, как из рога изобилия, а нашим рулевым, как с гусь вода, изо дня в день продолжают толдычить одно и то же, не имея на это никаких оснований. В одном русле только чуть поменялась риторика. Если предыдущие больше жаловались, то нынешние просто истерят по поводу и без. Прилетает не только от непосредственных кураторов. Так, на днях была опубликована статья Дмитрия Анатольевича Медведева в газете «Коммерсат». Можно с уверенностью предположить, что именно Медведев был выбран для того, чтобы прояснить позицию Кремля в отношении украинского руководства. Хочется обратить внимание на реакцию ее отсутствия со стороны Зеленского и его команды. Но нельзя же всерьез воспринимать набор слов от Михаила Подоляка, помощника главы Офиса Президента. Так получается, Дмитрий Медведев своей статьей попал в самую точку? И крыть украинской власти нечем? Остается лишь на уровне прикормленных. Не до журналистов и не до блогеров заявлять, что Медведев никто и звать его никак. Собственно говоря, для тех, кто пришел во власть в 2019 году, никто в мире не является авторитетом. Этот бродячий цирк понимает только язык силы, и то не всегда. Какой-то политический мазохизм, бесперспективно другое к себе отношение. Кто-то может мне сказать, с кем из соседей по континенту мы еще не умудрились испортить отношения. Руководство Украины никак не может, да и вряд ли уже сподобится, осознать одну простую истину. Вся так называемая поддержка Запада базируется на одном факторе, и это махровая русофобия. А вот претензий к нашей стране становится все больше. И только наши рулевые не хотят признавать этого очевидного факта. Как только между РФ и Западом начнется сближение по множеству противоречивых, но вместе с тем ключевых вопросов об Украине забудут. Как ни горько это осознавать. Плохо быть пешкой на глобальной шахматной доске. Самое печальное, что этой пешке в обозримом будущем не стать проходной. И нет никакой возможности повлиять на геополитические расклады. С учетом того, что украинское дно отсутствует по определению, Зеленскому и его комарили есть куда стремиться падать. Что они продолжают делать? Влад Воробьев Оплеуха Продолжение следует...